Славянцы не раз проявляли мужество и героизм, сражаясь с неприятелем в ходе специальной военной операции. Не все из наших воинов смогли вернуться домой живыми и здоровыми. Те, кто пал смертью храбрых, заслуживают вечной благодарной памяти. Мы побывали на митинге в 18-й школе, посвященном открытию мемориальной доски в память о участнике специальной военной операции, орденоносце Александре Макушенко. Его хорошо помнят в родной школе. Его жизненный путь, посвященный служению Родине, служит примером для подрастающего поколения. Александр был хороший человек. Я учила его историю, преподавала. Он учился с моей дочерью в одном классе. Поэтому я знала его как отважного, доброго парня, готового всегда прийти на помощь. И, конечно же, каким мужеством надо было обладать, чтобы пойти добровольцем, понимая, что можно не вернуться оттуда. Понимая, что дома ждут жена, дети, родители. Это, конечно же, нужно быть отважным человеком, таким, каким был Александр. После начала СВО Александр Макушенко счел своим долгом стать в ряды добровольцев, чтобы сражаться за Родину. 18 августа 2023 года он сложил голову в бою, защищая свою бригаду от обстрела. Выпускник вашей школы показал пример доблести, как воюют наши русские солдаты. Наше поколение, которое воспитывалось на подвигах героя Великой Отечественной войны. И мы гордимся тем, что и нынешняя молодежь становится примером мужества. На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали члены семьи, одноклассники и учителя Александра Макушенко, представители администрации города и района, общественных организаций, казаки, учащиеся и педагоги школы. Дети Александра, Лолита и Богдан учатся в 18-й школе. Лолита Макушенко недавно стала бронзовым призером первенства России по боксу среди девушек. Ей вручили диплом и медали. Право открыть мемориальную доску было предоставлено семье Александра Макушенко. Иерей Кирилл осветил мемориальную доску. После минуты молчания участники церемонии открытия возложили живые цветы. В нашем муниципалитете будут помнить, что Александр Макушенко отдал свою жизнь во имя мира, во имя добра и справедливости. Он – герой нашего времени. И память о нем всегда будет жить в сердцах славянцев. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События». Станислав Бурбико.